итак создаем персонажа значит в моем случае я буду делать самого быстрого мага эльфа алварина нажимаем create выбираем вот здесь вот будет агмир турсар человек алварин нам нужны алварин и вот они по умолчанию выглядит так беленькие жмем смотр здесь можно знакомиться кстати говоря со всеми талантами пассивками и активными бафами которые будете которые есть в этого эльфа также обратите внимание вот на атрибуты показатели атрибутов статистики всевозможные она будет изменяться в момент создания вам персонажа так нажимаем значит вот здесь вот отсюда мы нажимаем вперед и либо на иконочку в родословную заходим выбираем здесь значит шевру или нет у нас по моему кто у нас вела вела до вела вела самый быстрый то есть оставляем светлого этого эльфа его скорость по умолчанию 120 то есть момент на данный момент когда вы зайдете в игру будет 25 но прокачать вы сможете то что в скобочках до 120 плюс за счет вот этих вот дополнительных бонусов здесь эти максимальной скорости то здесь еще будет бонус как бы еще как бы увеличить параметр ловкости своему персонажу и так значит здесь мы ставим вела вела все здесь на вела вела так возраст мы надо выставить на 23 обратить внимание что я изменяю возраст параметр вот этот или чего здесь тоже меняется в атрибутах ставится 23 если вы хотите чтобы была максимальная скорость у него если вы хотите чтобы был видите 24 года у него уже ловкость меняется нас со 120 до 119 вот значит если вы хотите чтобы у вас персонаж был имел максимальный бонус к силе значит вам нужно будет поставить 30 33 максимум вы можете поставить его возраст и тогда у него будет сила 88 так начну наш на если хотите максимальный бонус к интеллекту в принципе что неплохо для моего мага потому что буду делать именно мага но в моем случае у меня именно скоростной маг то есть у него такой маг кайтер в общем поэтому все таки я ставлю ему 23 не буду делать 60 там или 46 лет который дает плюс был плюс один к интеллекту я оставлю 23 года так 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 вот и дальше у меня есть 100 значит рост я могу поменять потому что количество ну разве ваш рост в размер влияет на количество доступных атрибутов которые можете потратить вот здесь чем ваш персонаж выше тем меньше у него доступное для распределения очков атрибутов вот так же это у нас чем вы меньше ростом тем у вас уменьшается количество хп в игре то есть чем вы выше тем вы вас больше здоровья нашем случае нам мне не нужен высокий персонаж мне нужно наоборот поменьше чтобы у меня было побольше атрибутов доступно для распределения в будущем но вот я сделаю на 164 это конечно тему поставлю рост 84 соответственно 168 сантиметров у меня будет в игре будет коротышкой ну хорошо он не должен выделяться вот и оставшиеся 101 на сто одно очко вот этих вот атрибутов я раз должен распределить между там ловкостью который влияет на скорость при движении персонажа телосложение интеллект и психика психика это резистка магия значит поскольку у меня маг я должен по идее вкладываться в интеллект психику вот но мага прокачивать сложно в самые первые минуты игры поэтому можно спокойно все вкинуть в телосложение или даже не в телосложение в принципе наверное сразу ловкость максимум ловкость ведь у меня 120 и можно кинуть либо в телосложение либо в интеллект но я в кино и в интеллект потому что в принципе телосложение интеллект он прокачивается достаточно быстро вот все таки наверное все сложения потому что в интеллект он прокачиваться будете просто использовать заклинание и у вас будет расти параметры интеллекта и психики эти сложения растет если вы что-то берете поднимаете бегаете вас бьют от этого растет его сажения поэтому все-таки наверное в телосложение я вот эту но это вы собственно неважно тут как бы небольшое количество очков остается вот здесь все начнет по минимуму и мы не можем в данный момент сделать меньше 25 чтобы освободить освободить очки доступные очки атрибутов переложить их например таки ночь телосложения там или интеллект но в непосредственно зайдя в игру вы сможете скинуть вот этот параметр 25 до 10 тем самым освободите себе там определенное количество поинтов так здесь все правильно с проверяем 23 года рост 168 количество 168 так количество здоровья в игре 166 это мало но для новичка это очень мало вот но магами обычно не играет но я вот просто показываю сам принцип как бы новички с магами обычно не играет сразу вот достаточно сложно там нужно заработать на реагент для каста магии которого должны с собой носить то есть такой вот но тем не менее этого достаточно количество хп чтобы начать качаться познакомиться с миром по крайней мере для нюбайского острова вам количество хп будет достаточно все нажимаем дальше на внешний вид здесь и очень важный параметр значит вес и чем вы легче тем вы быстрее например вы можете видите обратите внимание что здесь уже я становлюсь вес мой 90 процентов от 100 то есть от моего дефолтного веса то есть но у меня при этом чем я легче тем быстрее но ведь у меня уже сто двадцать шесть ловкости все меняется например когда я становлюсь например 92 процента от моего веса у меня идет сто двадцать шесть скорость но при этом у меня уже уже здоровье 162 то есть чем я меньше тем я быстрее слабее и хилее соответственно но при этом я действительно быстрый персонаж потому что у меня уже ловкость сто двадцать шесть так у меня в данном случае чисто ради теста я сделаю себе максимальную ловкость значит персонаж с максимальной ловкостью для кайта соответственно здесь идет дальше то есть здесь вот этот важный параметр веса значит дальше идет выбор кожи этого уже сами все смотрите борода цвет глаз это уже ни на что не влияет украшение тела на ну и собственно нам осталось выбрать ник прописать фамилию у вас загорелась если не занят ник имя значит вы можете у вас загорел создать и создаем персонажа вот он создался теперь мы вот выглядим так но в игре немножко еще немножко поменяется у нас там мы будем еще пах по мускулистить чуть-чуть все идет первая загрузка мир мы сейчас появимся хэвани в одном из стартовых нюбайских островов где вы можете ознакомиться с первыми как бы ну что без сазами игры вот тут же вот вы появились тут же появились какие-то игроки новые увидите значит перед вами обучение что делать ничего не понятно нажимаете кнопочку z у вас появляется мышка дальше вы можете как-то например закрыть нажимаете опять z у вас можете двигать мышка убирается с активировать мышку на экране чтоб щелкать там тогда переносить это z все вы появились непонятно что делать какой-то город значит нажимаете м карту вот видите какую-то как вот какая-то карта и можно перевернуть вот вот на самом деле мы сейчас находимся в этом городе а этот город находится в центре вот этого острова а этот остров он без здесь нельзя пешится это чисто нюбайский остров которым вы можете хоть до посинения хоть все время быть здесь есть значит кладбище зомби пара руин демонстрационных вы можете затаймить каких-то там животных примитивных здесь нет лошадей ничего нет но небольшой островок для изучения как бы первого как бы знакомства с игрой далее вы обратите внимание что теперь у нас появилось обучение вот она базовая базовые бои базовое изготовление предметов в принципе теперь это все легко с этим как бы как бы как драться как что-то скрафтить вас научит туториал не такой продолжительный но достаточно понятный значит только обратить внимание что вот здесь вот в моем случае по моему он здесь его сюда перенес этот компас вот я не знаю где по дефолт он там где-то внизу короче говоря на обратить внимание что есть иконки квестовые которые вот эту квест они отображаются на компасе так что следуйте этим иконкам если хотите пройти туториал ознакомиться с игрой и собственно пользуйтесь как бы иконки отображаются на компасе далее первые шаги вот вы появились что делать ничего непонятного можете подойти с кем-то какие-то наставники какие-то стражники ну стражники они есть в большом мире у них роль их роль в том чтобы защищать обычных игроков потому что в в открытом мире на вас могут напасть даже в этом городе в такой же это просто вот этот нюбайский город heaven это клон города фаберна такой вот точно такой же город есть в большом мире вот вот так вот выглядят гварды они есть нескольких типов значит они вас защищают то есть вам не надо кричать их звать как-то на помощь если против вас какие-то действия криминального характера другие игроки применят то они автоматические гварды будут их атаковать вот так же имейте ввиду что если например гвард ушел ушел да где-то и вы в невидимости класс вас гварды не видят то вас могут быстро тоже атаковать убить то есть здесь надо быть внимательны ну то есть как бы на присутствует бордов в городе не это не значит не стопроцентная гарантия того что вас не убьют далее значит как вообще заработать первый день что у вас вообще есть у вас есть факел потому что ночью здесь темно есть карта картах его на она эта карта на данный момент актуально только для хэвена в глобальном мире пока нету картографии вот и в принципе никакой карта нет есть только компас вот так что вы должны изучать мир сами запоминали что находится благо это не очень сложно мир достаточно большой так даже скажем что небольшой а огромный но не с не супер мега огромный но как бы часовые поездки вам гарантированно на лошади так значит в инвентаре нету денег значит нажимаем тап у вас появляется значит важное достаточно окошко где ваш персонаж вот его статистика сила ловкость телосложение психика интеллект вы этого наведете можете все прочитать благо игра практически полностью уже переведена на русский язык значит здесь сразу ну в моем случае я напоминаю что я маг эльф быстрый значит мне сила не нужна потому что я в принципе не нужна сила я ее скидываю до 10 чтобы освободить еще очки атрибутов которые у меня будут тратиться вот сто пятьдесят шесть очков атрибутов они у меня будут я их могу распределить вот между вот этими параметрами значит ловкость мне нужна ну она уже на капе плюс я через таланты и могу сейчас немножко еще увеличить себе эти сложение будет расти психика будет расти интеллект будет расти сейчас меня интересует как ни странно заработок нам нужны денежки денежки где взять денежки денежки нужны сейчас тоже покажу для чего потому что у меня сейчас как вы заметили нет вообще ничего денежки можно найти вот первые самые денежки можно найти на ближайшем огороде собрав морковку нажимая кнопку r по умолчанию вы подходите просто нажимаете и собираете левом чате вы кстати можете у вас как бы по умолчанию general тут все подряд идет вы можете например скилл гейм то есть да то что вы собираете например у вас будет отображаться я не знаю для чего для чего это сделано в принципе для примера вот есть вот такого вы видели наглядно да так ну для удобства то есть новичкам для новичков это особо актуально посмотреть там понимать сколько что он собирает то есть и как бы один кустик собираю на самом деле их 20 ведь сколько я собрал здесь уже этой морковки морковку можете есть сами тут надо есть не причем нет только не для того что вы не умрете от голода чем вы больше двигаетесь чем вы бегаете рубите тем больше больше вы тратите калорий вот и чем вы будете голоднее тем у вас будет падать количество хп то есть у вас будет уменьшаться количество хп отследить это можно вот резервы здоровья резервы маны голод чем больше голода голодные чувство жажды пока по мне очень актуально пока еще не ввели может быть и вели но не факт ну то есть вот здесь вот голод и чувство жажды это вот здесь значит температура тела температура воздуха тоже уже есть вот эти вот параметры но они пока не работают вот так что давайте дальше собирать морковку в общем собираем все что есть капусту морковку что самые первые деньги меч у нас есть по умолчанию то есть он нас прям надет уже но я прям все не буду собирать карман давать обязательно собирайте вот это вот томаты тоже здесь сжимаете эр и он начинает собирать ведь все дали больше он не собирает ничего бежим противоположный угол пытаемся тоже собрать здесь вот он с одного кустика как бы собирает томаты помидорки вот все помидорки закончились да и он как бы собрал вот эту со всего поля так вот работают тут какие-то предметы нужно собирать поштучно еще капуста выросла так смотрим еще соберем ладно 6 попер урожай проверяйте цветочки но в данном случае эти цветочки просто декоративные но обычно вот цветы вот так вот они выглядят они их можно собирать те же самые розы но их нет смысла собирать на шанику ничего не стоит вот и того мы собрали значит 343 вот с этой вот полянки мы собрали 344 картошки морковки капусты и помидоры не знаешь ну короче какой-то помидор если также ведь теперь в описании на нажмите control правая кнопка мыши чтобы с поесть и shift правой кнопкой мыши чтобы разделить также обратите внимание что съев вот эту еду какую-то еду там или напиток да вот у каждой вот того что у съестного вы видите health nourishment стамина nourishment мана nourishment food poisoning и алкоголь то есть это все обращайте внимание если вы маг вам нужно чтобы вы пополняли как бы вот этот резервы маны этого смотри чем больше еда восстанавливает резерв маны резерв маны мана nourishment тем лучше для вас это ваша профильная еда так далее у вас значит вот у нас есть опять же видим цену дал за 300 за 344 морковки мы уже 6 серебра 18 серебра едва серого идем идем-идем-идем в ближайший в ближайший магазинчик есть торговец и продаем правой кнопкой мышки все вот это и у нас уже есть 28 серебра на 28 серебром им и значит что должны сделать мы должны сделать следующее мы должны побежать в лавку где торгуют книгами но это вот можете ориентироваться по компас это на север переключим сразу на скилл и нам нужно вот видите мы я просто пробежал чуть-чуть и у меня уже атлетика и спринт потому что я на шифте пробежал у меня уже выросли то есть капс то вот у меня уже это выросло и кстати говоря сразу вот раз затронул эту тему скиллов нажимаем кнопку l и у нас открывается навыки наши навыки вот у меня сейчас 100 1100 гап и 1067 свободно вот видите дыхание да я вот выросла и вот у меня отнялось сразу вот здесь вот то есть вам нужно обязательно внимательно изучить вот это вот навыки действия потому что здесь есть и ближний бой там например мечи вот я сейчас возьму ведь у меня сейчас меч он не активен ты возьму в руки меч нажму кнопку x по умолчанию эта кнопка x махнуем оп видите у меня выучился сразу скилл мечей и он подрос на 7 и тут отнялось у меня сразу еще какое-то количество еще очку поинтов так ну сейчас я это тоже затронул значит зачем мы сюда прибежали мы прибежали чтобы куб библиотекарь боевых навыков или так секундочку к обычному библиотекарю и ищем книгу при ищем книгу ищем реодинг лидинг чтение то есть мы сейчас будем покупаем выбираем ее 10 серебра она стоит нажимаем ацепт вот правой кнопку значит правой кнопкой мышки на ней нажимаем все видите 76 часов в бета-тесте у нас x по-моему на чтение на все скиллы по моему x-100 ну очень большой рейд прокачки для того что мы могли все это делать прокачать а в реальной игре из рейдов у нас изучить вот эту книгу до 100 будет или до 70 даже до 70 потребуется 76 часов реального времени вот поэтому это вот непосредственно почему вот это вот чтение книги я купил то серединка скилл чтение то есть я как бы сейчас просто учусь читать я когда закончу видите я читаю книжку у меня растет интеллект то есть я какие-то мысленные интеллектуальные дела совершаю у меня растет от этого интеллект вот растет рейдинг соответственно чем выше у меня будет скилл рейдинг а тем быстрее я буду читать следующие книги то есть это первая книга которую вы можете купить также на сдачу вы можете посмотреть и там сколько-то купить какие-то стартовые книжки которые стоят по 10 серебра то есть вы можете купить какую-то одну стартовую книжку вот но это в принципе вам пока не надо вот потому что я показываю дальше бежим как заработать деньги уже непосредственно ну еще один способ заработка денег денег то есть самые первые денежки можете собрать вот здесь и купить чтобы купить книжку рейдинга чтение дальше вот здесь вот вот этот момент который касается вот это вот навыков наших боевых которые мы деремся у нас прокачивать ведь уже 977 то есть я постепенно спринт комбат маневры технику дыхания которая влияет все на моим моего персонажа на его как бы мили способности которые мне не нужны но они прокачиваются по умолчанию потому что я бегу я дышу вот это все начинается разрасти вот так что вы не удивляйтесь если у вас будет куда там вы зайдете откройте а вас тут из тысячи ста там 50 останется то есть вы сразу проверяете смотрите какие с какие значит на что у вас потрачено потратили на вот эти поинты вот особенно обратите внимание что ближний бой например на примере ближнего боя мечи видите это первичный уровень на первичные уровни которые выйти их можно залочить привели не хотите чтобы у вас меч был больше семи вот или вы можете хоть вам не нужен меч и дай вы поскольку я маг мне в принципе на навык меча вообще не нужен его как бы в минус поставлю чтобы у меня в ноль этот катился вот значит вы смотрите первичные это на то это умение на которые тратятся ваши point и вот эти вот вашка поинтов вот а есть вторичные вот например вторичный он прокачиваться это как бы он на него не тратится вы можете выключить все вторичные вообще какие захотите у вас и будет выключены так что не обращайте внимание есть первичные скиллы на которые тратятся поинты и вторичные скиллы на которые не тратится point в основном все самое вкусное естественно это на это тратится поинты значит как прокачать например если вы хотите вам срочно нужен какой-то но я не знаю короче ну просто как качать например силу и мечи просто подходим начинаем бить на обращайте в левом в левом нижнем углу у меня еще выведена по центру вот здесь скиллы которые у меня растут вместе с тем как хотя я просто бью манекен по манекену мечу если возьму копье у меня будет расти копьё а не меч если я буду стрелять по нему из лука значит у меня будет расти лук если это магии буду по нему ведь но этот момент кстати надо будет проверить но наверное магии тоже по этой логике вот так же растет вместе с этим сила персонажа но у меня она просто не растет потому что в минус поставил а так принципе если поставить плюсик у меня сейчас будет на расти из и сила чуть-чуть побью вот видите сила 21 вот но сила мне не нужна я ее ставлю что чем выше сила тем у меня меньше остается поинтов а мне поинты нужны вот для вот этих вот параметров значит силу ставим в минуса все развернулись и побежали побежали мы на кладбище зомби кстати заодно возьмите водички один раз р нажмите бегите что она вам тоже понадобится в колодце или там в любом водоеме можно набрать воды значит здесь еще на этой площади что интересно есть наставники которые могут с ними можете поговорить я не знаю насколько это актуально будет именно для релиза возможно эти наставники стоят только в хэвене и только актуально только для бета-теста но в принципе здесь боевой наставник он вас научит мили то есть если у него сейчас например возьму вот например есть вот этот по моему так 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 вот допустим а вот этот наставник который учит магии он меня научил он меня научил без покупки книги школу магии до 27 для того чтобы мне нужно было изучить школу магии если бы его не было мне пришлось бы купить книгу за 10 серебра и потому что стартовая книга и ее тоже поставить изучать изучать может только одну книгу вот кстати мой навык чтение уже 64 из от я уже видите вместо 74 часов уже мне надо на изучение 25 часов тут как бы вот все хорошо здесь все больше здесь ничего знать не надо короче говоря есть наставники убежища которые могут вас как бы помогут вам сэкономить деньги вот вам не придется тратить какие-то первое серебро на вот эти все книжки со стартовыми навыками вот так что ну я опять же говорю что я не знаю актуально ли эти наставники для релизной версии игры вот так вот выглядит банк подходите банкиру и правой кнопкой перекидываем эти перекидывайте ему все что вы хотите ему передать как только помните что при смерти у вас из вас все выпадает кроме значит вот этой книги которую вы читаете она при смерти не обнуляется не выпадает и не выпадает стартовый значит его можно сломать но не выпадает стартовый факел и стартовый меч но он тоже в конечном итоге сломается у вас просто пропадет и карта хэвана тоже не пропадет тоже не выпадает но она не актуальна для глобального мира на актуально только вот для этого вот короче бежим на с я бежим и видите я начал на спринте бегу у меня тут бритинг брифинг короче учусь техника дыхания у меня растет здесь вот так вот синим это квестовое место куда новички приходят их обучают как-то по квесту ответь я зашел в синий луч и в правом углу у меня появилась нажмите тренировочный манекен ударьте три раза но я это делать не буду то есть наша задача не в этом значит бежим в сторону кладбища на с е выход из города можете посматривать какие-то все под ноги какие-то цветочки на обычно такие цветочки которые можно собрать их можно будет увидеть они не такие вот какие-то маленькие они такими кустами например сами кусты вы можете собирать этими кустами вы можете кормить лошадей вот в общем наша цель сейчас добраться до вот этого кладбища то сейчас мы с вами будем повышаться для чего нам нужно пв для того чтобы прокачать таланты вот эту вот ветку ну как бы щит с талантами вот с параз практически опять же уже все переведено на русский язык ну да уже все уже фактически приведено значит просто изучаете здесь есть очень полезные для магов очень полезно для персонажа какие-то пассив пассивки и активки бафы общем изучайте смотрите а значит таланты их всего 20 уровней ну по умолчанию у нас сейчас в бета-тесте это уже 10 уже как бы 10 из 20 у нас прокачано ну при этом как-то очень странно вот это вот короче говоря вот сейчас это выглядит именно вот так вот до следующего уровня мне нужно там 630 экспо из 880 уже как бы есть я сейчас убью несколько зомби я получу 1 очко талантов а ну вот у меня же 10 есть уже торможут вот у меня уже 10 10 уровень 10 очков талантов на есть ну первым делом я смотрю снижает негативное влияние возрастом атрибута что хорошо вот меня поскольку я быстрый эльф нужно скорость вот это вот вы можете прыгать на ту же высоту с оружием в руках что и с оружием в ножнах это тоже важно это убегать для кайта опять же вот я пока вкладываю все сюда пока даже не буду больше вкладывать это в принципе достаточно так вот мы пришли на кладбище здесь у нас есть торговец теперь и есть жрец можно например у него сохранится то есть и на подходим нажимаем r и зажимаем r и он как бы привязываться после смерти вы можете появиться вот здесь так здесь вы можете ему можете продать лут какой-то какие-то купить какие-то первые броники пожалуйста если у вас есть желание ради бога вот но опять же у нас сейчас задача подкопить денежки заработать за голову зомби и прокачать вот здесь до 20 уровня себе таланты вот так уже достаточно тесно но зомби теперь много так что в принципе можно прокачаться ну вот так выглядит зомби они сейчас сделаны не агрессивными особо ставим блоки правой кнопкой мышки зажимаем и переводим куда нам нужно эти в принципе меня бьют зомби у меня растет конституция блокинг у меня растет на все это тратится поинты мои сейчас я блок поставлю вот эти вот видите здесь уже 623 только до кладбища добежал у меня 623 так ну пора действовать собственно не особо что-то изобретая просто забью сейчас для примера значит колющими ударами боковыми ставили блоки есть еще один нюанс которым нужно рассказать новички просто об этом не могут знать значит вот лут с них значит тоже нажимаем r и лутаем значит только голову ведь одна голова стоит так и заберем пожалуй мясо зомби сейчас тоже объясню для чего это в принципе я голый маг с десятью силами зомби этих вот я получил уровень ведь вот он даже написали и вот он добавился то соответственно меня вот видите теперь меня 11 уровне из 20 так сейчас вот значит смотрите здесь что интересно лечиться вы пока не можете это тоже отдельный разговор забираем головы забираем только головы потому что если вы заберете купром ведь он весит он короче у него это медь бедные монетки по моему они у нас есть у нас в игре медь серебро и золото и у золота и у серебра и у меди свой вес хотя даже возьму чтобы показать тоже они имеют вес то есть вы как бы и головы зомби весят и все весит у вас будет просто перевес будете ведь я уже бегу с перевесом потому что я взял значит слутал вот этот вот каркас струпа у меня и 120 купрома который весит практически килограмм и серебра у меня нет и смотрите вот сейчас тоже один нюанс момент такой интересный то есть не собирайте вот эти монетки ну что они как бы видеть если их на них наводите вы можете обменять 120 меди на 11 на 1 серебряный 20 меди подходите к мписи нажимаете правой кнопкой мышки он тут же к венте конвентирует ваши 120 купрома в один в одно сербро смотрите видите что происходит вот и смотрите видите тут тоже есть у меня то вы можете вначале в самом поскольку вы не прокаченный вас персонаж там не силы ничего нету вы можете таскать ограниченное у вас маленький инвентарь то есть короче говорю очень быстро его забиваете себе но вам деньги нужны поэтому не таскайте купром купром нам не нужен нафиг вообще он только занимает будет занимать лишнее место значит головы продаем эти три головы 60 серебра прекрасно у вас уже шатана серебро вы можете изучить какую-нибудь еще книгу дополнительную и вот еще один момент значит вот эти вот каркас это с животных там всех вы просто правой кнопкой мышки нажимаете на нем и он вас по умолчанию есть ножек это он там короче у вас есть ножек я не могу какого как он включается вот и за счет этого он есть просто не отображается на самом деле есть нажимайте просто левой кнопкой мышки и вы разделали этот каркас у вас тут же выросла бутчеринг экстракш экстракшен вот у вас теперь есть 600 костей просто 600 костей вот эти из этих 660 костей вы можете сделать себе первое оружие вам для этого нужно будет тоже изучить книги для там связанной с крафтом проходя базовое изготовление предметов туториал вы поймете как это делается вот но вот примерно и вот буквально я вам показал значит что из первых же зомби можно даже из свиней но вот на примере зомби вы можете собрать заработать на зомби деньги первые и материалы для значит крафта то есть вот это из этого из костей хорошо делать всякого рода рукояти для оружия некотором случае на верши можно сделать она по крайней мере костяное оружие уже будет лучше чем покупного оружия которую будет продает вам и писи или который у вас в руке вот даже не знаю чего и добавить чтобы не окончательно как бы не запутать новичков значит кладбище собирательство разделка тушь продажа тушь mpc так вы заработаете первые деньги значит убивая зомби вы прокачаете себе таланты прокачав таланты вы как бы увеличить параметры своего персонажа то есть у меня уже 126 и вот можете обратить внимание теперь она покраснела это значит что у меня от клейд gift ну как бы таланты плюс 6 плюс 6 плюс 4 то есть у меня от моего веса то что я худой мне идет бонус 6 от моего максимального класса тоже вот видите в класс макс модифаер и класс модифаер и еще от клейд gift of я себе плюс 4 то есть у меня сейчас у персонажа реальная скорость это кстати можно посмотреть там бат спит очень важный значит параметр вот максимальная скорость 329 но если я зайду в армад и начну идти ведь у меня 450 то есть ну как бы вот этот шифтом ну уже постоянно деретесь когда дамели шифтите чтобы кого-то догнать от вас убегает вот это вот скорость она 450 это одна из самых больших вообще скоростных парней то есть от меня в принципе никто не сможет убежать пешком естественно и ну и догнать меня тоже никто не сможет моя задача как мага это значит наносить урон дальних на дальние расстояния не не подпускать себе никого вот если вам это помогло значит отлично если какие-то будут вопросы пишите в комментариях обязательно я собственно постараюсь на все ответить следующее видео наверное если все будет хорошо я запишу непосредственно уже продолжение пробуем про моего мага как он какие как купить первую книгу что там изучить у него то есть в принципе должно быть достаточно интересно новичкам но вот цель этого видео показать именно как я как ваши самые первые шаги чтобы не потеряться в этом мире потому что он достаточно пустой особенно на этом острове здесь нет ничего интересного кроме этого кладбища пару 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 значит руины все то есть как не теряя время как бы занять себя в игре спасибо за внимание до встречи в игре с вами был бета sonic я совсем забыл сказать а как лечиться в игре видите я вроде как хочу полечиться и вроде как не и вроде как и нечем лечиться и первым делом вы можете взять зайти навыки нажать l у вас откроются навыки показать все значки навыков и перетащить отдых куда-нибудь себе на значит quick bar ну в моем случае он просто уже перенесен его можно можно таскать но короче на quick bar нажать на четверочку в моем случае на четверочку и вот пошло за 80 секунд я себя отхилю у меня видите тоже рейстинг сразу начинает расти на все это тратится скорее всего уже вот я просто дошел до кладбище у меня вот рейстинг он все-таки ведь и растет но не отнимает при этом навыков действия значит он вторичный если мы первичный то у меня был сейчас за все вот эти поинта у меня бы отнималась вот здесь значит из из капа это вот один из методов способов как себя похилить но это долго ведь и отдых конечно у вас прокачивается со временем чем больше он будет прокачан рейстинг тем быстрее вы будете отрегенивать хп на попе сидя но нас интересует лечиться бинтами это магии начну для милишников наверное в первую очередь и для всех обычных игроков это бинты самое доступное для того чтобы начать пользоваться лечить себя бинтами вам нужно изучить книгу это первичный скил анатомию то есть вам нужно будет подойти к одному из торговцев базовыми книгами и купить по моему за 10 или за 50 серебра книжку по анатомии изучив ее до 100 до капа вы как бы сможете использовать на сто процентов бинты одним бинтом вы будете отхиливать по 40 там сколько-то хп ну в зависимости от вашей прокачки вот бинты продаются можно выбить из мобов всяких пиратов но не пиратов этих бандитов зомби они из них тоже они падают вот либо купить у mpc самому бинты делать нельзя то есть их продают там некоторого определенного типа торговца так и что еще сейчас я покажу где это продается как они выглядят собственно вот да вот вспомнил это значит бегать желательно даже нежелательно рекомендовано бегать с оружием в руках как бы если вы просто с оружием в руках бегаете значит на вас не реагирует стражники то есть это все нормально вот просто смысл том что вот вы бежите на шифте у вас заканчиваться стамина вы отпустили шифт у вас быстро стамина быстро стамина восстанавливается если вы берете оружие вы побежите тоже быстро но если вы отпустишь иф то стамина будет вот и а ведь она вообще фактически не восстанавливаться то есть для этого берете оружие ведь сразу быстро начинает восстанавливаться все то есть это самое профитное Вариант – это бегать с оружием в руках. Так, вот, значит, торговец с полезными вещами. Смотрим, вот у него есть бинты. Один бинт стоит 50 копер, ну, 50 медиков, короче, медных этих. Ну, допустим, один куплю, то есть вы там можете и три, да, вот уже полтора серебра. Три бинта. То есть цены, понимаете, да? Ну, давай я куплю один, для примера. Всё, покупаю. Вот, и не изучив, у меня нет не изученной школы анатомии, ну, то есть анатомия не изучена, я применяю правой кнопкой мышкой на нём. Вот он начинает лечиться, лечиться, у меня сейчас 80 хп. Вот это вот, сколько я себе отхилию, отхилили вообще? 6 хп. Ну, вот, как бы, значит, а для того, чтобы хилить себя по полной программе, там, на полхп, ну, на полстолба хп, это там по 40, там, по-моему, я не знаю, сколько за раз можно себя отхилить, ну, по-моему, 40 точно можно бинтом отхилить, 45, там, хп. Это вам нужно, опять же, добежать, найти торговца, торговца, наверное, боевыми навыками, и здесь найти... Нет, не здесь, это значит обычная. Анатомию, вот это вот, по-моему, да. Сейчас проверю ещё. Атлетика, активная регенерация. Да, за 2,5 голды, то есть вы можете лечить себя, начать, заработав 2,5 голды. То есть, опять же, видите, в чём профит идти бить зомби, то есть, если у вас деньги, есть скиллы. Вот, ну, нет денег, вот, нет скиллов. То есть, тут всё как бы просто. Вот, а, и последний момент, я же маг. Вот, это немножко забегая, как бы, вперёд, я хотел отдельное, вроде, видео записать про мага, но, на всякий случай, где взять книгу-то, заклинание, как вообще это выглядит. Значит, книжка заклинаний продаётся... Ой. Так, а, ну да, у меня же прыжок не забегнен, секундочку. Ну, опять же, можно вот здесь подсобрать, видите, уже что-то подросло. Ещё здесь вот просто в городе, когда бегаете, можете заскочить. Опять же, забегаете в магический магазин, ищите торговца магии. И вот он вам предлагает приобрести за одну золотую монету, значит, Basic Spellbook. Вы её покупаете, она у вас здесь появляется, и после смерти, если вы умираете, она не выпадает. Соответственно, вот, ну, здесь какие-то ещё магические, там, ингредиенты, для таких начальных кастов здесь есть. То есть, магического торговца магии можно купить, собственно, магическую книгу. Ну, и теперь, действительно, самое последнее, что я хотел сказать, и о чём забыл. Это, как понять, в каком хевене вы находитесь. Напоминаю, что хевен — это стартовый остров тренировочный, куда попадают все персонажи, которые только что были созданы. Итак, вы, ваш друг, или, там, вы даже с кланом решили пойти играть в Mortal Online, создали персонажей, появились на главной площади вот этого города Хевене. В Хевене. Значит, все появляются на вот этой площади. Но вы никого не можете найти. Значит, что делать, как понять, в Дискорде драма, значит, надо расстраиваться, значит, оглянитесь, значит, вспоминайте, где находится полянка на, значит, НВ, полянка с морковкой. Вы увидите две вот такие вот статуи. Одна — Travel to Moorland, то есть глобальный мир, и вторая — Travel to Another Heaven Instance. То есть это вот, вы подходите к левой статуе, на которой написано «Travel to Another Heaven Instance», нажимаете «R», зажимаете, держите, и, собственно, вы находитесь в Хевене один. То есть всего в игре 15 Хевенов, то есть просто перещелкивая, вы можете выбрать, в каком появиться. То есть ваш друг или кто-то из клана должен тоже подойти к статуе, посмотреть, подойти, у него будет написано, например, Хевен 12 или там 7. Вы просто выбираете, какой вам нужен Хевен, или он прыгает к вам, или вы прыгаете к нему, но только будьте внимательны, вы на данный момент, я не знаю, почему так, вы можете только один раз сменить Хевен. То есть не перепутайте, точно договоритесь, в каком Хевене вы встречаетесь, или в каком Хевене вы находитесь, чтобы вас нашли. Выбираете, допустим, 10 Хевен, нажимаете левой кнопкой мышки, держите вот так вот долго, путешествие в убежище 10, и в моем случае ничего не происходит, потому что я уже один раз сменял зеркало, а в вашем случае вас выкинет в меню игры, и в лобби игры с вашим персонажем, вы опять нажмете зайти в игру, и уже окажетесь в том Хевене, в который вы собирались попасть. Вот такая информация, очень важная, и для новичков не всегда понятная. Итак, для того, чтобы отправиться в глобальный мир, большой мир из Хевена, вы подходите к статуе Travel to Moorland, нажимаете R, зажимаете, выбираете из списка город, который вам нужен, если вы не знаете, какой город вам нужен, вы выбираете, допустим, Фаберном, или, ну, допустим, Фаберном, для первого появления отличный городок, город, там есть гварды, тут достаточно многолюдно, со всеми из этого вытекающими последствиями, но Фаберном, это точная копия вот этого города, только в нашем случае Хевен, он, это и есть Фаберном, только он в тренинг, в тренировочной зоне он окружен водой, а в большом мире, который называется Мёрланд, он, вокруг него будут земли, просто бесконечные земли, по которым вы можете бегать, ходить, воевать. Теперь действительно все, спасибо за внимание, и до встречи в игре. Хе-хе-хе-хе, ага, поверил, ну и бредятина. Субтитры сделал DimaTorzok